Ох, nein, мой английский немецкий китель. Я его промочил, пока добирался до неожиданной встречи с Поппи Добринг в запретном лесу. Ну, быть может и не такой уж неожиданный, но... Это все-таки как свидание, можно сказать, и я должен выглядеть стильно, чтобы произвести впечатление на Поппи. Так. Все, все, я готов. После спасения нас с мистером Ботвинсом из Лаппи Пламп в школе только о тебе и говорят. Ребят, мы уже многого добились и обязательно остановим Харлоу. Надо продумать следующий шаг. Это над Саянай. Вот столько девчонок вьется вокруг меня, столько девчонок. Мы здесь собираемся встречаться с кентаврами? Ну, в действительности они не знают, что мы придем, так что эта встреча будет нежданной. Они поймут. Как только мы расскажем им о сниджетах, они поймут, зачем мы пришли, помогут нам. Надеюсь, ты прав. Возможно, они увидят, что мы говорим правду. Их окружает некий ореол осведомленности, а это заставляет меня нервничать. Кентавры известны своей мудростью. Кентавры знают не больше нашего. Ну, я не знаю, я пока не общался с кентаврами, но давай включим оптимизма. Оптимизма. Полагаю, они и вправду создают впечатление о всевидении. Верно подмечено, да только нет, неважно. Что, в чем дело? Ничего, правда, мне... нам нечего скрывать. Верно. Просто будем с ними откровенны, они же должны нам помочь, верно? Да, разумеется. Ты абсолютно прав. Мы встретимся, расскажем о Сниджитах и... уверена, что все будет... Что вам здесь нужно, людишки? Извините, мы только хотели с вами поговорить. А, хочешь хвастаться перед друзьями, рассказом о том, как заговорила с кентавром, а тупое животное тебе ответило? Нет, ну что вы, мы пришли, потому что нам нужна ваша помощь. Довольно. Тебе не стоило сюда приходить, маленькая ведьма. Оставь их в покое, Элик, мы не причиняем вреда жеребятам, это не наш путь. Ты забываешься, старый дурак. Я вожак табуна, а пока ты бубнишь о нашем пути, люди продолжают без раздумий убивать таких, как мы. По-моему, они никого не убили, и уйдут отсюда целыми и невредимыми. Запомни мои слова, Доран, если я еще раз хоть их увижу, головы полетят у всех троих. Глупые дети, вы хоть знаете, что может случиться с волшебниками, которые сюда забредут? Идите за мной, пока не... Оказывается, золотые сниджеты не исчезли, и за ними охотятся браконьеры. Они знают, что разыскать сниджетов поможет лунный свет, просто еще не поняли, как именно. Пожалуйста, помогите нам опередить их. Пожалуйста, помогите нам найти сниджетов, прежде чем сниджетов поможет лунный камень. Кто это был? В пещере к югу отсюда спрятано то, что ищут браконьера, лунный камень. Заберите его и отнесите в круг камней, что в лесу. А я пока поговорю с табуном. Разрешите меня, когда все сделаете. Заберите меня, после того, что вы сделали. Ничего не понимаю. Значит, в дневнике речь идет не о лунном свете, а о лунном камне? Но какое отношение лунные камни имеют к сниджетам? И откуда он точно знает, где искать камень? Рунные камни разве редки? Зачем искать его в пещере? Зная кентавров, я думаю, он имел в виду какой-то конкретный лунный камень. Видимо, мы узнаем его, когда найдем. Я ему доверяю, кентавры многое знают. Но я бы не сказал, что я им доверяю, но ладно. Не знаю, но думаю, ему можно верить, он все-таки кентавр. Ну да, это аргумент. Согласна. Жаль, что он так быстро ушел. Как его зовут? Доран, кажется? Да, кажется, вожак, это бы она назвала его так. Что ж, если Дорану известно что-то, что мы не знаем, нужно действовать, и задавать вопросы будем потом. Я схожу в библиотеку и поищу что-нибудь про пещеру, о которой он говорил. Ну конечно, а я всю... Я расскажу тебе, что узнаю. Ну конечно, а я всю черную работу сделаю в пещере. Рискует. Ни одно существо не заслуживает жестокого обращения. Но троллем все же не место в Хоксмеде. Так. Ладно. Вот и лунный камень, кстати. Но он обычный. А это мне какой-то нужен, типа, особый. Нет, слушайте, я даже не пойду своей башкой в пещеру рисковать, оказывается. Она просто будет еще в библиотеке информацию собирать. Ладно, тогда пока снатья. Тут замучим. Так. О, я хотел с тобой поговорить. Просто не верится, что мы сбежали от Випламп. Наверное, ты не знаешь, но с того дня, как ты меня спас, о тебе говорят по всей школе. Любопытно, как все в этом прознали. Я рассказала маме в надежде, что она будет меньше злиться, если узнает все от меня. Она, похоже, рассказала другим учителям, а те... Что ж тут скажешь? Новости распространяются быстро. Увы, она разозлилась чуть сильнее, чем я предполагала. Она должна тобой гордиться, она не зря тревожится. Ой. Оба ответа одинаковые верны, ну ладно, пусть будет гордиться. Зная она больше, чем мы занимаемся, непременно горделась бы тобой. Зная она больше о том, что я делаю, она впредь бы не спускала с меня глаз. Сочувствую, а Констебль Сингер что-то сделала с собранными нами доказательствами? Ничегошенький, Харлоу все так же силен, кто-то должен его остановить, или мы, или Констебль Сингер. Не, на последнюю я бы не рассчитывал. Если кто-нибудь остановил бы таких чудовищ в Метабелленде, отец все еще был бы жив. А что именно случилось с твоим отцом? Был прекрасный день, мама присматривалась за хворающим соседом, а мы с отцом Галлопом мочались по саванне. Галлопом? Я так понимаю, твой отец был анимагом? Он мог превращаться в величественного жирафа, я каталась у него на спине, обнимая его за шею. Мы уже возвращались домой, когда встретились с шайкой бандитов, выходивших из нашего селения. Один из них увидел меня, когда снимал с лица платок, он что-то прокричал и прицелялся. Он не хотел, чтобы ты его узнала. Именно. Отец моментально наклонил шею, чтобы защитить меня, и был ранен. Падая, отец превратился обратно в человека. Когда бандиты это увидали, то в страхе бросились на утек. Волшебство их до смерти напугало. А потом его не стало, и это моя вина. Твоя? В каком смысле? Он погиб, защищая меня. Если бы я могла защитить себя, он бы остался жив. Мы с мамой пытались жить дальше, но там это оказалось невыносимо. Спустя несколько лет мы перебрались в Шотландию. Что бы сказал о нас твой отец? Обдобрил бы? Ой-ой-ой, хороший вопрос. Теоретически да, хотя он и волновался бы как мама. Но думаю, что из всех людей именно он бы понял мое упорство. Отец никогда не уклонялся от битвы со злом. Каким бы бежал, с ним не был враг. И думаю, он был бы рад, что у меня есть товарищ вроде тебя. Как это переживала твоя мама? Что ж, как ты заметил, она очень беспокоится. Она отличная и ясновидец, но думаю, что и по сей день она корит себя за то, что не предсказала смерть моего отца. Она тоскует по нему, как и я, поэтому я полагаю, что в глубине она понимает мою потребность искать справедливости. Пусть хотя бы в мелочах. Однако это не значит, что ей это нравится. Ты хочешь отомстить за его смерть? Отдалев пеплам. Нет, мною движет не месть, отец бы этого не желал. Они с мамой учили меня, что помочь тому, кто не может за себя постоять, это привилегия. Знаю, что это довольно опасно, но уверена, что оно того стоит. Рада, что разделяешь мое мнение. Сочувствую, Натти. Очень тебе сочувствую. Не представляю, что тебе пришлось пережить. Кажется, твой отец был замечательным человеком. Это так, невероятно замечательным. Спасибо за теплые слова. Каждый несет свою ношу, так говаривал мой отец. Да, помню, дождь проливается не только на одну крышу. Именно. Вскоре мы покончим с пепламбами, начиная с Харлоу. А когда мы уничтожим его, то займемся Рукудом. Мы движемся к цели и добьемся своего. Спасибо еще раз за то, что спас меня. Твой поступок выше всяких похвал. То есть, и все, да? Ну ладно. Потолок большого зала. Потолок большого зала был заколдован, чтобы имитировать небо над замком. Ну да, типа такой снег падает и там свеча, как в книге. Хотя тут слишком, если это и небо, то слишком облачное. Такое впечатление, знаете, как будто он в дыму. Наверное, летом получше небо тут выглядит, не знаю. Все зимой тут елка, вон, красивая какая. Кафедра в виде совы. Это заколдованная кафедра, служит местом, с которого великие директрисы и директора Хогвартса, также профессор Блэк обращаются к студентам и профессорам школы. Еще, кстати, елка одна красивая. Я бы из большого зала не уходил, он всегда такой теплый и оживленный. Обожаю гулять на солнышке во дворе Виадука. Прекрасное место, чтобы поупражняться в акцию на учебниках, проходящих мимо учеников. А вы тоже выбираете дорогу в зависимости от портретов, мимо которых приходится проходить? Я вот так и делаю, с некоторыми из них весьма приятно поболтать. Так, давай по квесту. Кстати, еще тут один замок нашел в Хогвартсе. Сейчас лохоморы открою, не зря качал уже. Так, что тут у нас? Сундук. Сабля серая. Это типа рукоятка для палочки. Но вроде она так не очень прям, чтобы хорошо выглядела. Кстати, тут фигня что ли? О, как. Страница руководства. И еще тут один судачок. Так, зал, картография. Это последний портрет. С возвращением. Здравствуйте, профессор. У меня новости. Гоблины что-то разыскивают. Еще одно хранилище. И они построили для этого бурое. Это не на шутку меня тревожит. Эти хранилища, что-то вроде сломанного футляра, найденного мной в замке Рукудов? Именно так. Боюсь, нам нельзя терять время. Взгляните на карту. К счастью, место проведения следующего испытания совсем близко. В Хогвартсе? Вам ведь известно, что в свое время я была директрисой, и мой портрет висит в кабинете директора. Я была там и видела, как профессор Блэйк узнал о вашем пребывете, и, признаюсь, вы меня заинтересовали. Погодите, следующее испытание ждет меня в кабинете директора? Да, действительно. Я надеялась, что, когда придет время, хозяин этого кабинета поможет нам. Но, увы, нынешнего директора, по-видимому, совершенно не заботит ничего, кроме его собственной персоны. Вам нужно попасть в кабинет, пока его там нет. Понимаю. Что ж, я что-нибудь придумаю. Хорошо, тогда я буду ждать вас возле своего портрета. До скорой встречи. О-хо-хо, ну ладно. Как же мне попасть в кабинет директора? Нужно спросить профессора Фига, может, он знает, что делать. Так, к профессору Фигу, значит, все дорожки ведут. Так. Профессор. Профессор Фиг, хранили те ли, показали, где меня ждет следующее испытание? Ну, надо же, с чего это вдруг? Мы с Лотгутом узнали, что гоблины разыскивают другое хранилище, вроде того, что мы видели в замке Рукудов. Оказывается, они строят огромные бури, чтобы продолжать свои поиски. Кажется, профессор Фиджеральд крайне этим и обеспокоен. Понимаю. Очевидно, раннерку известно куда больше, чем мы думали. Да, сэр, это еще не все. Но Лотгок знал Мириам. Он знал Мириам. Они встретились в замке Рукудов. Она проводила исследование. Там она и нашла футляр с порталом. Она ему так понравилась, что он позволил ей забрать футляр вопреки приказам Ранрока. Даже не знаю, что сказать. Она практически любого могла завоевать. Я хочу узнать больше, и не мешало бы поговорить с Лотгодом напрямую, но сейчас на это нет времени. Где будет следующее испытание? Хотите верьте, хотите нет, но в кабинете директора. Невероятно. Что ж, тогда вы должны узнать пароль, чтобы каменная горгуля вас пропустила. Спросите у домового эльфа директора. Я не знаю, домового эльфа директора. Станет ли он со мной разговаривать? Он наверняка верен директору. Империо поможет, наверняка. Верен, так что без маскировки не обойтись. И у меня есть идеальное решение. Оборотное зелье. Внешностью и голосом вы станете точь-в-точь, как профессор Блэк. Погодите, разве для оборотного зелья не требуется частичка того, в кого хотите превратиться? Да и варить его нужно целую вечность. Все верно. Так, откуда у вас готовое оборотное зелье для превращения в профессора Блэка? Никогда не знаешь, когда такие вещи могут пригодиться. Скажем так, после бесполезной поездки в министерство по его поручению, я подумал, что нужно быть готовым ко всему. Сейчас главное время. Пейте зелье, а я объясню дальше. С нуля до директора. Гайд. Ну как вы? Невероятно. Не скоро же мне удастся забыть этот вкус. А что с моим голосом? Убедительно. Я взял на себя смелость трансфигурировать вашу мантию. Как мы и говорили, вам потребуется узнать пароль у Скроупа, а он может быть где угодно в замке. Попробуйте поискать профессора Кагаву. Она взялась изводить несчастного эльфа насчет Квидича в надежде, что тот сможет убедить Блэка передумать, пока безуспешно. Вот оно что. А если профессор Блэк меня увидит? Представьте его мне. Я скажу... Предоставьте его мне. Я скажу, вам нужно встретиться с представителем министерства в Хоксмеде, так что у вас должна быть куча времени. Я скажу ему, что нам нужно встретиться. Спасибо, профессор. Встретимся потом в зале картографии. Довольно странно слышать слова благодарности из уст профессора Блэка. Увидимся там. А теперь нужно найти домашнего эльфа-директора. Короче, он отвлечет на себя реального профессора, с кем-то там встретиться нужно будет. А мы должны... Поговорить с мадам Кагауэй. Профессор, у вас найдется минутка? Профессор, я как раз вас искал. Я... Я... Все в делах, профессор Шарп. Все в делах. Понимаю, сэр. Но вы обращались ко мне по поводу одного зелья. Я... Какого вам зелья? А, ну да, зелья. Ну так выкладывайте, Шарп. Не торчать же здесь целый день. Полагаю, лучше поговорить об этом в другом месте, сэр. Мне решать, что лучше. Уверяю вас, Шарп, можете говорить свободно. Ну хорошо, я изготовил зелье от прыщей и фурункулов, как вы и просили. Могу принести его вам в кабинет, когда скажете. А, ну да, конечно, обойдемся без конспирации. Пусть кто-то из учеников принесет его мне. Из учеников? Хорошо, сэр. Раз вы настаиваете. Настаиваю. Большое вам спасибо, Шарп. Надеюсь, вашего зелья хватит, чтобы вывезти все мои фурункулы. Ха-ха-ха. Осталось решить, кому из учеников достанется эта незавидная задача. Эти жалкие потуги, выдаваемые за магию, которые приходится наблюдать здесь, вынуждают меня оскорбить о будущем миром волшебников. Мне показалось, что директор идет. Гаррет, то бишь мистер Уизли, что вы здесь делаете? Разве вы не должны быть где-то в другом месте? Да, профессор, конечно. Я бы предпочел косаться в любом другом месте, кроме этого. А вам что-то от меня нужно? Я чувствую домового эльфа. Должно быть, вы его видели. А, такого мелкого одноухого? Он только что шел в большой зал и бормотал что-то о ваших безукоризненных манерах, сэр. Говорят, вам неплохо удаются зелья. Почему бы вам не принести следующее зелье, которое вы изготовите ко мне в кабинет? Я бы хотел его попробовать. Что? Да, сэр, обязательно. Спасибо, сэр. Большое спасибо. Вступайте, мистер Уизли. Нафигеть. Вот так история для моего дневника. Да, он супер готовит зелье. Потом вот таких зельей не откачают. Нет у меня времени на вас. Ни на кого из вас. Прощь с дороги. Не поймаешь пивза. Директор здесь. Что же ему нужно? Мистер Мракс, и куда же вы направляетесь? Прошу прощения, сэр. Я просто направлялся во двор. И как решили устроить себе выходной? Типичный ученик, тратящий время попусту. Мне нужно написать о сцене на 20 дюймов об одьяне и его применении, и я шел в теплицу. Ах да, если его смешать с гноем бубон-тюбера, то получится весьма недурная паста для усов. Да, отличная паста для усов. Вы хорошо себя чувствуете, сэр. Вы на себя не похожи. Уверяю вас, я вполне здоров, Мракс. Если мне потребуется диагноз, я обращусь в больницу Святого Монга. Профессор Блэк. Так, кто-нибудь видел мое зеркало с ручкой и слоновой кости? Никто? Ну еще бы. Профессор, можно вас на пару слов? Профессор Блэк. Еще не поздно пересмотреть решение касательно Квиддича. Еще можно провести пробы и немного укоротить сезон. Так будет лучше, чем совсем без Квиддича. А как же травмированный ученик, мадам Кагава? Профессор, кто только не получал Блэджетом по голове на поле для Квиддича. Некоторым это только на пользу. Дурю выбивает. И никаких последствий для них не было. То, что это произошло с чистокровкой, не повод для... Что за бред? Я о том, что для вас какая-то дурацкая игра важнее здоровья ученика. Дурацкая игра? Я... С вами иногда невозможно говорить, сэр. Я размышляю написать насчет вас в Министерство вводил магических игр и спорта. Вперед. Это неразумно. Ладно, неразумно. Мне казалось, у вас есть дела поважнее. И... Где это носит моего домашнего эльфа? Я... Всего хорошего, профессор. А скроупа я видела в большом зале. Похоже, он меня избегает. Интересно, почему? Хорошего дня, мадам Кагао. И чем мы заслужили такого директора? Если хотите поговорить со мной, обратитесь к моим секретарям, или... Кто у меня там есть? А сейчас проваливайте отсюда. Он этот же директор, и он направляется сюда. Мисс Брум. Мисс Брум. На два слова. О, профессор, вот это сюрприз. Кстати, моя фамилия Блюм. Напомните избранную вами область магии. Бло. Бум. Сов уже не за горами. Заклинания, сэр. Чары без слов. Готовы поработать над заклятием, которое бы позволило мне исчезнуть. Продолжайте в том же духе, Бум. Мы вскоре научились становиться невидимкой, как и кого-то из новеньких. Почему же невидимкой? То есть, мы сегодня только встречались в школе, так сказать. Да, сэр. Раз уж мы упомянули невидимок, где носит моего домового эльфа? Кажется, с директором что-то не так. Шляпа поднимака. Хвоста ствол признак неуверенности в себе. Моя мама так говорит, она все знает. По крайней мере, не устает это повторять. Приветствую. Точнее, не лезьте ко мне, дети. Профессор, мне нужно с вами поговорить. Здравствуйте, профессор Блэк. А, профессор Уизли, как приятно вас видеть. Простите, сэр. Хорошо, что вы здесь. Мне бы хотелось поговорить с вами о профессоре Фиге. А, что ж, хорошо. Мною было принято решение предоставить ему больше свободы действий. Свободы действий? Но, профессор, вы считаете это разумно? Честно говоря, я беспокоюсь за его учеников. К тому же, он и так редко бывает в школе. Он занимается секретными заданиями Министерства магии. Даже не знаю. Я по нему и не скучаю. Ну, давай попробуем с секретными заданиями. А, ну да. По моему поручению, он занимается какими официальными делами Министерства. Понимаю. Но, позвольте сказать, сэр, меня волнует, что кто-то новенький так много времени проводит вне школы. Вероятно, по поручению профессора Фига. До меня дошли тревожные слухи об их авантюрах, начиная с посещения запретного леса. И заканчивая стычкой со сторонниками Раннерка и приспешниками Руквуда. Что? Господи, профессор, это же просто слухи. Нельзя верить всему, что болтают. Нет, нет, конечно, нельзя. Ладно, я присмотрю за Фигом, а вы продолжайте делать свою работу, с которой и так здорово справляетесь. Вы просто молодец. Ну что ж, я... Спасибо, но я бы с радостью занялась... Хорошо, хорошо, на сегодня все Уизлия, то есть профессора Уизлия. Хорошего дня. Здорово справляетесь. Свобода действия для профессора Фига? Нет, мне никогда не понять этого человека. Думаю, теперь профессор Фиг получит небольшую передышку. Скроуп такой же трудяга, как и все домашние эльфы. Скроуп, приветствую вас, хозяин. Напомни мне пароль для входа в мой кабинет. Но хозяин заставил Скроупа поклясться, что он никому не скажет, даже самому хозяину. Я передумал. А сейчас я говорю, что можно сказать его мне. Да, сэр, разумеется. Сэр, Скроуп, моль-то прощение. Это семейный девиз Блэков, хозяин. А, ну, конечно, я... Хозяин запамятовал. В нем говорится про силу, в нем говорится про власть моей семьи, в нем говорится про чистоту крови. Про чистоту крови. Ну, я так и подумал, в принципе. Чистота крови навек, не так ли? Почти хозяин. Скроуп думает, что хозяин его проверяет. Там должно быть навеки вечные. Разумеется. И как хорошо лиц на хозяину, на французском. А, конечно. Приказываю тебе произнести его вслух. Хозяин знает, что Скроуп прескребно говорит по-французски. Что ж. Ха, спасибо. Забудь об этом разговоре, даже при мне не упоминай. Как прикажете, сэр, Скроуп постарается не попадаться на глаза хозяину. Действие бортом в зелье заканчивается. Ускороюсь-ка я из виду, пока не поздно. Внимание, ученики, я заявляю, что с этого момента... Че-че я сделал? Короче, во-первых, я прогуглил просто на всякий случай. Ну, я так и думал про чистую кровь. А, во-вторых, он сейчас сказал... Так, открыл собственное видео. И сейчас там быстро промоталось. Внимание, ученики, я заявляю, что с этого момента большой зал будет украшен изящными знаменами когтеврана. И ни на какие вопросы я отвечать не стану. Ни сейчас, ни впредь. Изящными знаменами. Лепужет Шилде Франц. Хорошо, ориентируемся. Жан-Пьер. Как раз вовремя. Действие в зеле заканчивается. Профессор Фиг был прав. Даже не верится, что это сработало. Теперь нужно сказать горгуль и пароль. Эффект оборотного зелья. Опа. Страница руководства. Еще одну дверь нашла, сейчас я ее вскрою. Сундук. Получаем фраг цвета Перванш. 60 монет. Фух. Ну что, кабинет директора. Да, у него тут сплошные горгулья. Вот и горгулья. Нужно сказать ей пароль. Сначала страница руководства. Горгулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя, трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Лады. Пошептать пароль. Отлично. Сейчас посмотрим, как там кабинет обустроен. Интересно, у всех ли благородных семей волшебников есть свой девиз? Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. А некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. Реально спящие портреты. Но нужно ли спать портретом и зачем? Если кто помнит, напишите в комментах, как портреты живут своей жизнью, чем они отличаются от живых людей. Можно нарисовать при жизни этого чела или что? Я просто забыл по лору. Я же читал миллиард лет назад. И не для того, чтобы эти экзамены сдавать. Вот, кстати, лохомора пригодилась у него в кабинете. Аж третий уровень замок был. Если бы я не вкачал это заклинание, то не смог бы эту дверь открыть. А тут сундучки. Синяя кепка. Ну, фигня на самом деле. И по хостатам. О, неизвестный предмет для спины. Ох ты, подарочек какой-то. 39 бабла. 85. Это, видимо, все вместе. И какое-то письмецо. Дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит. Речь об этом каждый день за завтраком. И дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Финиас почти не присылают мне софа. Когда и шлют, не пишут о тебе. Но я уверен, они гордятся тобой тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает. И он всюду следует за Арктуром. Оттого это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости. И, честно говоря, я могу его понять. Я бы, наверное, даже сварил ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах. Но если не получится, ничего страшного. Переживем Урсула. Что он все-таки работяга? Работяга, работяга, работяга этот директор. Хоть и такой своенравный. А что тут еще есть? Еще сундучок. О, еще замок второго лебена. Я, кстати, посмотрел это все деми-маски до сих пор. До сих пор, сколько времени прошло с тех пор. Блин, уже. Все деми-маски собрало там до сих пор 4% только от игроков. И это не баг достижений. То есть там другие достижения, там нормально. Там есть достижения. И у меня, в том числе, который есть, там собрало их 20% игроков. Там 60 некоторые. Ну, то есть самые простейшие. О, третьего уровня. Нифига себе. Вот, а все деми-маски, короче... Нифига себе, я такой замок впервые вижу. Реально впервые. Может, там что-то особенное. В общем, 4% собрало до сих пор. Хотя, капец, сколько в эту игру играет. Она там в топах стима и так далее. Профессор Блэк, касаемо вашего письма 20 сентября. Я не стану пересмотреть процедуру приема учащихся в Хогварт. С уважением, Феррис Певин, министр магии Лондона. Ключ доступа. Чё это такое? Любопытно, любопытно. Это чё? Давай музыку поставим. Чё-то музыки нету. Чё тут был? Ключ доступа просто и всё? Ключ доступа к чему? Чё шарманка не играет? Непорядок. Ладно. Так. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана четырьмя основателями Хогвартса, как средство, с помощью которой ученики определяются в один из четырёх факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Рада вас видеть. Значит, профессор книг всё прорусмотрел. И что теперь? Подойдите к пьедесталу в прихожей и прочтите книгу, которая появится. Что там в книге? Историю. Это всё, что я могу сказать. Возможно, часть покажется вам знакомой, поскольку я вдохновлялась сказкой, известной многим детям волшебников. Отлично. Мне кажется, просто прочесть книгу недостаточно. Вы не ошибаетесь, поговорим, когда вы закончите. Она что, всё это время была у директора под носом? Чай от директора качественного немецкого производства. А что тут за письма? Я их не могу подобрать. Чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из Бундимуна. Расчёска с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, дексицид. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счёт в министерство. А зачем он это в министерстве покупает? Можно же просто купить и всё. Так, письмо, наверное, потом можно будет взять. Блин, или тут перепутаны эти... Может, здесь тогда письмо? Зараза, не берётся. Ну ладно. Должен быть, это и есть пьедестал. Так, 53 монеты. Так. Вспомнил всё везде и всюду фильм. Там тоже их так пыталась засосать. Какая-то межпространственная исправление вселенной. Где я, профессор Фитджеральд? Ты услышишь меня? Здесь я. Тут ты можешь называть меня Ньюф. Твоему взору предстанет старая легенда. Но будь внимательнее. Порой что-то не то, чем кажется. Поспеши, но собляй осторожность. Используй то, что тебе попадётся, чтобы найти меня. Прежде всего, тебе понадобится мантия. Здесь, как и в жизни, смерть может принимать разный облик. Во что бы это ни стало, избегай её. Как её избегать-то? Приблизись через горы, чтобы вас не заметили. Так, я в инвизии, но заклинаний у меня нету. Нельзя. Надо было бежать, пока можно было. Я бы уже был не в свободе. Вот мой шанс. Не офф. Я уже близко. Видимо, надо тайминги поймать, когда эти придурки тут. Мне нужно время, чтобы это не правильно. А-а-а-а! Ты понял? Ладно. Ладно. Так, дубль 2. Мне нужно время, чтобы это не правильно. И в чём прикол? Так, эти отвернулись. Ну и чё? Вот и всё. Ясно, лестница прямо передо мной. Видимо, надо ждать, пока вот этот придурь оттуда уйдёт. Смерть. Как такое может случиться? Это как в песне «Aha, take on me» в клипе. Тут лестница. Может, если я поднимусь по ней, они не найдут меня? Да. Пробейтесь через горы, чтобы вас не заметили. Так, вроде всё пока. У них ещё какая-то призрачная лошадь там. Или собака. Так, а сюда мне не надо по вот этой штучке, а? Нет. Они ушли, но могут вернуться. Нужно выбираться отсюда. Куда же запропастилась эта не Олф? Их слишком много. Нужно перейти ту дорогу как можно быстрее. А куда перейти? Вот туда, вот, видимо. Вот куда мне нужно, но надо придумать, как пройти мимо них. Один готов. Ну а как? Как пройти мимо них? Ты вернись. Я слышал там странный звук прямо за твоей спиной. Здесь никого, только опасность. На каждом шагу должен же быть другой путь, чтобы найти вас. Нужно возвращаться, так мимо них не пройти. А как пройти мимо них? Заперто. Другой дороги нет, только вперёд. Ой, а какую-то фигню. Рябиновая. О, Ревеллио заработала. Ничего себе. Но атаковать я не могу. Ого. Эээ, ну чё-то вообще капец. Чё за хардкор. И как мне с этим бороться? Это мой шанс. Здесь можно пройти. Таинственная мантия. Разблокирован новый элемент. Это чё это? Я что невидимка? Разве это возможно? Мантия невидимка. Всё по канону. Чё, а я теперь могу прямо в наглое уходить? Они меня совсем не видят. Можно подобраться поближе. Поближе. И не слышат. Наконец-то путь свободен. Ну и где же вы, Ниос? Ну и где ты, Нифин? Ну и где ты, Нифин? Ну не трать её необычайную силу попусту. Таинственная волшебная палочка. Я никогда не чувствовал себя. Вот эта сила. Я никогда такой не чувствовал. О, заклинания стали доступны. Видимо теперь пвп будет. Бобана! Ревелия! Так, тут никуда я так полагаю нельзя. Рябиновый отвар. Давай! Ещё кто-нибудь? Ну, кто ещё готов со мной сразиться? Что, больше никого? Как твоё имя, воин? Ахиллес. Сын, кого-то там. Сын, кого-то там. Сын, кого-то там. Таин. Таин. Сын, кого-то там. И она. Далее выбирается. Ну и нет. У меня полностью магическая хрень заполнена для битвы с боссом. Я могу дофига прокастов дать. У меня было-то две ячейки только. Нифига себе заполнил. Вот что значит хорошо подготовился. Все квесты побочные тоже запроходил. А тут у нас что, рябиновый отвар. Как раз потратил. Но бьют они сильно все равно. Больше чем пол хп с одной тычки. Приходится использовать рябиновый отвар конечно. Максимальная сложность как-никак. Ну вот тут что-то сейчас будет. Что-то он здоровый. Не то. Что-то он. Еще. 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 Ещё? Бомбарда 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 Еееее, чё за читы? Бомбарда Бомбарда Не могу заклинания поменять Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сражение со смертью Ну, там как-то можно было их швырять в тролли или что-то типа того Это сложнее, чем кажется Простой камень, наверное, для меня Твой путь еще не окончен Оставь скорбящих и иди дальше Все не то, чем кажется Ее нет, Ньюф больше нет Бедная Ньюф, умерла такой молодой Мы будем всегда чтить ее память Без нее все же будет не так Ты виделась меня на IT, но то, что уже произошло, тебе изменить не под силу Магия камня способна призвать лишь мою тень Возможно, и тени будет достаточно Однако нет цвета без тени, как и тени без света Тьму не всегда нужно истреблять, даже если ты можешь это сделать Мудрые слова Интересно, есть на чем подумать Помни об этом, когда погрузишься в мои воспоминания Воспоминания не о Фитджеральд Субтитры создавал DimaTorzok Исидора, то, что ты сделала для отца, просто удивительно О да, о нитих чувств или следах этой магии Персиваль может не беспокоиться Я придумала, как их удержать Ты не оставила эту идею Гоблинское серебро Ты обсуждала это с Гоблином Не волнуйтесь, он не знает, что именно мы собираемся удерживать Мы ведь даже не представляем, каким эффектом обладают эти эмоции Эти следы темной Ох, вы прямо как Персиваль Но дело в том, что я как раз представляю Это источник силы и концентрации Удивительно, но они усиливают мою магию Я не вполне тебя понимаю, Исидора Мы можем обуздать эту силу С такой силой лучше не шутить Попав не в те руки, она... Вы же видели, что я сделала для отца Ох, не ов, только представьте, сколько добра мы можем сделать Ведь каждый человек испытывает какую-нибудь боль Что ты делаешь? Вдохните Чувствуете? Исидора, так нельзя, нужно это прекратить Вы столько лет скрывали эту силу, потому что боялись ее А я готова ее принять Исидора взбесилась Слетело с катушек немного, но с кем не бывает Но на самом деле тут уже вопрос этики Из науки психологии Типа, в каких ситуациях имеют люди право забирать боль Или вообще любая боль, независимо от того Как и с чем она связана Типа, человек должен ее пережить А с еще одной стороны, например Есть же какие-нибудь там, не знаю, невинные дети Да и не только дети Кто угодно, кто что-то такое может испытывать И, ну, в результате каких-то несчастных Уникальных там ситуаций Типа, я не знаю, там, авиакатастрофы Или еще что-то И они там выжили Ну, в общем, короче, есть ситуации Есть на чем подумать тут Может ли это применяться в терапевтических целях Если да, то кто это все будет решать и так далее Наверное Наверное, это нужно проводить какие-то исследования На добровольцах, уже взрослых Очень аккуратно И типа Потом отслеживать остаток их жизни То есть Слетели ли они из катушек, я не знаю Там Если у них забрать какую-то боль Или наоборот прожили счастливую жизнь И потом аккуратно-аккуратно это куда-то внедрять Обосновывая это исследованиями И повторять их В разных ситуациях Меняя там Различные Ну, то есть Переменные Не может быть Неужели кто-то прошел первые три испытания Сан-Бакар Все так и есть Но Вы так Молоды? Знаю Вы должно быть профессор Бакар Да Приятно познакомиться Вчера мне довелось увидеть в омуте памяти воспоминания И Сидора вдыхала тягостные эмоции Да Это было невероятно Мне показалось Что это дало ей некую силу И она могла ее использовать Но как? Меня беспокоит Что я вижу вас скорее заинтересованность Нежели отвращение Потому что я Поэтому я не спешу Открывать вам мое месенахождение Моего мута памяти Похоже вам еще предстоит осознать Что сила влечет за собой ответственность Уверяю вас профессор Я это вполне осознаю К тому же Вы еще не знаете Что опасный гоблин По имени Ранрок Побывал в хранилище в замке Руквуду Он научился использовать то Что там хранилось Как источник колоссальной силы И он намеревается Обратить эту силу против волшебников Нельзя терять времени Понятно И тем не менее Узрев мои воспоминания Вы получите Безмерно ценные знания Я должен хорошо подумать Прежде чем поделиться ими Не нужно время Чтобы обсудить это С другими хранителями Похоже придется подождать Как бы это не раздражало У нас нет выбора Я слышал Что вы раздражали Профессору Бакару Значит Эсидора вдыхала эмоции Чтобы накопить силу Да А еще она вытягивала Их без спроса У профессора Фиджеральда И так же она поступала С собственным отцом Чудовищно Мало того Что она сказала Что нашла способ Хранить следы Излеченные ею магией В хранилищах Из гоблинского серебра Как в хранилищах Скорее всего В них Но я не успел Рассказать вам еще кое-что Ранрок искал их В тех местах Связанных с памятью Именами С пятью именами Он узнал их Из дневников гоблина Мастера по металлу По имени Брагбор Пять имен Это хранители И кто же еще? Из Сидора Морганак? Именно Вот почему Ранрок постоянно Опережал нас И в Гринготсе И в башне И в замке Руквудов Раз уж хранили Пока не говорят вам Где будет следующее испытание Предлагаю следить за Ранроком Может узнаем что-то новое Может быть Надеюсь вскоре Получить вести От Лодгога О нем О нем ничего не слышно С тех пор Как я узнал И Вы наверное уже знают Что ваш план С оборотным зелем Саботал как по волшебству Я так и знал Возможно я перестарался Отвлекая Блэка Оказалось он совершенно Не умеет пить огненный виски Достижение Достижение Отдаренный герой Так Да прокачка Прям вообще Малехонько С 29 уровня Прям нереал Как медленно Вначале я бы уже Неск уровней получил Прям замедлилось Капец Себастьян Зря я так остро Отреагировал На твоего друга Гобальна Прости Давай закончим Начатое с триптихом Встретимся на южном побережье Поищем Последнюю часть Холста Я видел башню Бакару Сотни раз Никогда бы не подумал Что она охранила Такие тайны Да вы мне не дали Прочесть письмо От профессора Уизли Где она тут Вот она Где самая последняя Здравствуйте Как только сможете Приходите в коридор Восьмого этажа Я придумала Как помочь вам Средоточиться на учебе Вдали от посторонних глаз Объясню при встрече Профессор Уизли Это последняя Или вот этот дик Говорит что поделился С вами своими мыслями О фениксе Как будет время Загляните к нему У него есть идея Которая показалась Мне стоящей Профессору Уизли Короче какой то Из этих двух Кстати шмоток В этом квесте Вообще почти не было Потому что ну там Нечего лутать было В этом испытании Точнее Да Про феникса Значит последняя Так Дик хочет поделиться Интересными Двухцветные плащ Факультета Судя по подписи Он не лучше Не хуже А равен Тому плащу Что у меня Это фигово Тогда менять Смысла нету А то я Придется потратить Фокус древней магии Короче на продажу Еще печаль Что тут предметы Нельзя разбирать А именно Они уничтожаются Давай тут Немножко Все таки Голов эльфов Повесим Потому что Ну чтобы Дику было весело Так Следующая голова Эльфа Следующая голова Эльфа То ему тут Одиноко Мне кажется А это как то Ему хоть разнообразие Какое то даст Отлично Ничто так не поднимало На стороне Дику Как подвешенные Головы Домовых эльфов Других Уж я то знаю Я психолог Этих Домовых эльфов Да Тут совсем Три шмотки У меня Считаю Особо Ничего И не выформил Спасибо огромное Son of the forest Как я понимаю Ты начал смотреть Тоже Хогвартс Спасибо Очень приятно Спасибо за поддержку Кто слушал Молодец А сказочки Конец